МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 18 января 1654 года, состоялась так называемая Переиславская Рада. На ней казаки Богдана Хмельницкого приняли решение о присоединении к русскому царству. 18 января 1759 года писателю Сумарокову было дозволено печатать первый частный журнал «Трудолюбивая пчела». 18 января 1825 года в Москве состоялось открытие Большого театра. 18 января 1936 года для всенародного обсуждения был опубликован проект Конституции СССР. 18 января 1947 года была образована Сахалинская область. 18 января 1974 года были учреждены ордена «Трудовой славы трех степеней» и медаль «Ветеран труда». 18 января 1961 года ЦК КПСС был учрежден план по внедрению кукурузы в сельское хозяйство. Почему вы так мало знаете о американском сельском хозяйстве? Если вам понадобилось лишь три недели, чтобы раздобыть проект нашей ядерной бомбы, то почему не получается украсть наши секреты выращивания кукурузы? Нет, вы ошибаетесь. Только две недели. С такой шутливой перепалки на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке 1955 года начался разговор американского фермера Россуэлла Гарста и первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Советский лидер живо интересовался темпами роста царицы полей и подключал к этому разговору министра сельского хозяйства, задачей которого являлся перевод совхозов с выращивания картошки на новый кукурузный уровень. Как впоследствии отмечал переводчик Хрущева, это были беседы двух людей, одного настоящего специалиста по кукурузе и второго того, кто думал, что он является специалистом. Впрочем, уверенность Хрущева имела под собой практически опыт. В недалеком 1948 году, занимая должность первого секретаря Украины, Хрущев приказал увеличить площади засева колхозных полей кукурузы и не прокадал. Следующий для республики год был неурожайным, и только засухоустойчивая кукуруза спасла украинцев от голода, а Хрущева от смещения с должности. Через четыре года после выставки Хрущев посетил Америку. Где на фермере Гарста он воочию обозревал масштабность кукурузных плантаций. Узнав у фермера, какими средствами тот добился такого изобилия, Хрущев не удержался от критики, заявив, что кукуруза слишком кучно посеяна. Досталось американской прессе, в которую Хрущев стал кидаться початками кукурузы, разъярившись от того, что толпа из сотен журналистов загородила на фотоснимке кукурузное поле. Початки с фермерских полей долетели и до столов советских граждан. После американской поездки советского лидера началось активное внедрение кукурузы в рацион массового потребителя. Кукурузный хлеб, колбаса, палочки, хлопья. Ассортимент расширялся с каждым днем. «Я кукурузник», — гордо заявлял Хрущев, искренне полагая, что замена пшеницы кукурузы способна решить две проблемы. Дефицит зерновых культур и увеличение кормов для животноводства. В царице полей открылись все края Родины, как южные, так и северные. Плант в 50 центнеров с гектара стал главной идеей колхозников всей страны, лучшие из которых получали звание «Почетный кукурузовод». Однако, из сеть хозяйственного чуда не произошло. К 64-му году 60% посевов, произведенных в 60-м и 62-м годах, погибли. А к середине 70-х годов урожайность кукурузы снизилась вдвое. Причин тому было несколько. Во-первых, не могла теплокровная американская кукуруза прижиться в северных широтах. Во-вторых, колхозников никто не обучал работе с новым злаком. В-третьих, в дело вмешалась политика. И завхозные руководители старались отчитаться перед руководством о выполнении поручения, но не родили законечный результат. Кукурузная кампания постепенно сошла на нет, повлияв на политическую карьеру Крущева, который вскоре был отстранен на поста руководителя страны. Вместе с уходом Крущева закончилась и кукуризация советских полей. Колхозники облегченно вздохнули и вернулись к сеянию привычной всем пшеницы. Лишь один человек остался уверен идее Крущева. Американец Гарст, об отношении которого с советским лидером его же потомки сказали следующее. Чтобы не говорили о Крущеве, он был интересным человеком и, безусловно, лучшим предпринимателем среди коммунистов. Знаете, на самом деле была еще одна причина, чтобы мой дед решил сотрудничать с СССР. Он часто говорил, голодные люди – опасные люди.